Физкульт, привет друзья! На связи Мускулшоп и сегодня выберем кимоно. Точнее расскажу, как правильно выбирать кимоно. Во-первых, нужно знать рост. Если вы покупаете без ребенка, вам нужно знать рост ребенка. К примеру, у вас рост ребенка 130 сантиметров. Тогда вы говорите продавцу, что у вас рост ребенка 130 сантиметров и обычно берется плюс 10 примерно. Плюс 10 сантиметров к росту. Соответственно кимоно берется на рост 140 сантиметров. На всех кимоно имеются бирки. То есть вот такие бирки, которые указывают, первое это объем кимоно и второе это как раз показатель, это рост. Рост, на который он рассчитан. Здесь также указывается материал, из которого он изготовлен. В основном это катон и температура стирки, то есть не больше 40 градусов. Об этом чуть позже. То есть если у вас рост ребенка 130 сантиметров, то вам нужно взять кимоно, чтобы на нем было написано 140. То есть понимаете, да? Плюс 10 сантиметров к росту. Если у вас рост 160, то берете 170 кимоно. Почему? Вы можете его одеть, к примеру, на ребенка. Оно будет чуть-чуть великовато, но после стирки оно у вас сядет. Плюс дети очень быстро растут. И, соответственно, брать кимоно впритык, ну не имеет смысла. Вы через 2 месяца будете покупать следующее новое кимоно. Как померять, если вы пришли с ребенком? Как понять, правильно ли вам подходит рост? Ну, во-первых, когда вы одели кимоно на ребенка, он выставляет руки вперед. И вы смотрите, курточка. Это я просто одел для того, чтобы вам показать. Курточка должна быть, вот, заканчиваться на запястье. То есть вот на изгибе. Вот это кимоно для меня мелковато. Для тренировок пойдет вообще шикарно. Ну, с учетом того, что оно еще сядет после стирки, оно будет еще короче у меня. Но, тем не менее, тренироваться в нем комфортно, можно нормально, без проблем. Но, если вы планируете выступать дальше на каких-то соревнованиях, то от вас потребует все-таки длина рукава, чтобы соответствовала нормам. Соответственно, я же говорю, чтобы до изгиба, а лучше, чтобы было чуть-чуть там 2-3 сантиметра больше. Потом, как опять же, после стирки оно чуть сядет и как раз будет то, что нужно. Это касательно курточки. По длине не обращайте внимания. Длина курточки особо там, ну, сильно отличаться не будет, если вы берете рукав четко по запястью. Поэтому длина куртки будет нормальная. Штаны, соответственно, тоже будут немножко, может, велики, но со штанами проще. Их можно подшить, и когда ребенок подрастет, вы можете их откатить. И, соответственно, кимоно вам хватит гораздо на дольше срок. Еще приходят ребята и просят кимоно не джудошное. Вот видите, оно идет с плетением. То есть, курточка имеет плетение. Это специально для того, чтобы при захватах, при бросках, большие нагрузки. То есть, человек вес тела должен выдержать, кимоно должно выдержать вес всего человека. Причем, это бывают резкие броски, резкие захваты. Соответственно, курточка должна быть усилена в этих местах. То есть, вот до сюда она идет с плетением. Дальше она идет уже не такое плотное плетение. Ну и штаны, соответственно, обычная хэбэшка, только имеют нашивки на коленях. Для того, чтобы там много возни в партере идет, чтобы они не так быстро протирались. Приходят люди и просят, дайте нам кимоно каратешное. Потому как оно дешевле. И, по сути, для детворы его, в принципе, можно взять. Потому как нет таких больших нагрузок, нет таких резких движений. Еще техника не наработана. Если у вас малыши только пошли заниматься, и вы хотите сэкономить, то можете взять кимоно для каратэ. Оно будет дешевле, и оно будет, в принципе, легче в носке. Оно не так чувствуется, но легче по весу. И малышам вот в возрасте там 5-6 лет, еще, если тренер допускает, опять же, все с позволения тренера. Сперва уточните у тренера, можно ли вам купить кимоно для каратэ. Если разрешают, то да, можете взять кимоно для каратэ. Но потом, в дальнейшем, когда ребенок уже начнет заниматься, у него появится техника, у него появятся более зрелые соперники, у него появится вес, мышечная масса. Вам нужно будет, конечно, поменять кимоно на дзюдошное. Еще хочу сказать, что кимоно для дзюдо бывает в двух цветах. Это синий, вот, и белый классический. По сути, тренироваться вам нет разницы, в каком кимоно. Но потом, в дальнейшем, ну, единственное, да, что синее кимоно не такое марка, естественно. И не так много людей, конечно, берут синее кимоно, потому как основная масса детей занимается в белом, и никто не хочет выделяться. Но для тренировок, если хотите взять, чтобы не так часто вы его стирали, да, можете взять вполне синее кимоно. Но, опять же, сперва уточните у тренера. Синее кимоно по плотности точно такое же, как и белое идет, если стандартное, 475 грамм. Но в цене оно немножко выше, ну, видимо, из-за цвета. Дальше идут классические кимоно, то есть уже не классические, точнее, а мастерские кимоно. Они гораздо плотнее, почти в два раза плотнее, чем это. Это 800 грамм и выше кимоно. Такие кимоно используют в основном для соревнований, для спортсменов, уже профессионально занимающихся дюдо. И об этих кимоно мы расскажем в следующих роликах. На этом все. Я думаю, понятно теперь, как выбирать кимоно. Насчет стирки не забывайте не больше 40 градусов. Чем выше температура, тем больше кимоно садится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео. До новых встреч. Пока.